Серебро с чемпионата Европы по прыжкам на батуте привез Ивановец Дмитрий Зенкин. Воспитанник второй спортивной школы, большую часть жизни он отдал этому спорту высоких, в буквальном смысле, достижений. И старт на чемпионате для 20-летнего Димы был чуть ли не дебютным в категории мужчины. В личном зачете он стал 17-м. Результатом не очень доволен. Говорит, нужно тщательнее тренироваться. Когда у тебя обычно тренировки и нету статуса впереди, тренировки длятся и более дольше, отрабатываются трудные упражнения. А когда уже до статуса остается неделя, ты уже делаешь только свои комбинации, работаешь на чистоту, технику и высоту. Тренировки уже длятся и меньше, и меньше работы делаются, просто отрабатываются комбинации. Комбинации у меня не самые сложные в мире и в России тоже. Пытаюсь взять и высотой, и чистотой просто. Дмитрий очень целеустремленный спортсмен и очень упорный. Если сказал, обязательно добьется. Его тренер рассказывает, лучшими батутистами становятся в основном самые безбашенные. Те, кто не боятся ни высоты, ни травм. Дмитрий такой. Прыгает высоко, с комбинациями справляется успешно. Способен выполнить 4 сальто подряд. Есть чем удивить жюри мирового уровня. В первом упражнении они должны продемонстрировать 4 трудных элемента, самых трудных элемента, которые пойдут в зачет к общей сумме баллов. А в произвольной стараются все прыгать оставшиеся трудные элементы. На данный момент Дима владеет, в принципе, много трудными элементами, но, к сожалению, в соревновательном режиме не получается их все продемонстрировать. Потому что 4 нужно показать в обязательном упражнении и 10 в произвольном. 10 трудных движений – это вообще очень тяжело. Уже на этой неделе Дмитрий отправляется на новые соревнования. В составе сборной страны он выступит на первом этапе Кубка мира, который пройдет в Италии. Среди коллег по сборной Дмитрий один из самых молодых. Говорит, будет брать студий, энергии и спортивной формой. А опыта набраться еще успеет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.